МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого мытищенского информационная программа в студии Алла Сталаева. Коротко о главных темах выпуска. Никита Чаплин в преддверии 8 марта поздравил всех дам с Международным женским днем. Какой был бы этот мир, если бы не было женщины? Этого мира просто бы не существовало. Специалисты Московского областного консультативно-диагностического центра призывают родителей не оставлять без внимания жалобы ребенка на боль в суставах. Матищинский лицей номер 15 стал участником просветительского проекта Сбербанка, Академия искусственного интеллекта. Нам в школу привезли нового робота-андроида, которого мы пытаемся научить танцевать. Несанкционированную свалку снега обнаружил недалеко от своего дома житель микрорайона Перловский. Видите, вот этот город? А дальше вот этот клею. Это просто проехать невозможно. В период с 26 февраля по 4 марта на Матищинских дорогах произошло 164 аварий. Информация от ГИБДД. А теперь об этом и многом другом более подробно. Первый заместитель председателя МОСОБЛДУМЫ посетил культурно-информационный центр «Леонидовка». Никита Чаплин в преддверии 8 марта поздравил всех с Международным женским днем, а после пообщался с жителями и ответил на их вопросы. В культурно-информационном центре «Леонидовка» состоялся праздничный вокально-хоровой концерт «Матищинские жемчужины». Свои лучшие произведения в преддверии праздника всех женщин исполнили вокалисты детской школы искусств номер 4. Праздничное мероприятие посетил первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин. Он высоко оценил творческий потенциал юных исполнителей, их трудоспособность, родительский и педагогический вклад в учащихся школы искусств. И поздравил всех с праздником весны и красоты. Я хотел бы, пользуясь случаем, поздравить всех с наступлением весны и поздравить с 8 марта, с этим замечательным праздником, с женским днем или просто с днем, когда наши сердца открыты, когда мы своих любимых жен, дочек, сестер, бабушек, мам и всех окружающих нас женщин поздравляем с этим праздником и просто задумываемся, какой был бы этот мир, если бы не было женщин, этого мира просто бы не существовало, все было бы бессмысленно. После поздравления первого заместителя Мособлдумы уже ждали жителей Леонидовки, чтобы задать свои вопросы и высказать опасения по поводу аварийного состояния моста на Олимпийском проспекте, а также загруженности Матищинских дорог, особенно в этом микрорайоне. Я уверен, что в этом году мы начнем строительство дороги новые, это улица Матищи, Фрунзе, улица Мира, Фрунзе, Ярославка. Это центр города существенно разошьет. И 400 миллионов рублей выделено нам, нашему городу, на капитальный ремонт дорог в этом году муниципальных, не областных, не федеральных, а муниципальных. Разъяснение на вопрос активных жителей округа давал и начальник управления ЖКХ Александр Черняев. Вдоль Ярославского шоссе предполагается строительство еще одной проезжей части. Она сейчас фактически как внутриквартальный проезд у нас, работая за домом 36, как у 4, предполагается, что эта проезжая часть, она должна быть продлина силами инвестора по инвесторуя с выездом на Олимпийский проспект. То есть улица Академика Каргина должна получить дублер. Когда Матищи вздохнут от пробок? Появится ли в Леонидовке парковки? Инфраструктура на железнодорожных станциях округа и многие другие наболевшие вопросы задавали жители на встрече. Как заверил Никита Чаплин, все эти проблемы не останутся без ответа. Часть из них уже взяли в работу. Но есть вопросы, решения которых потребуют большего времени. Дарья Линска, Олег Степанов, информационная программа «День». Такое заболевание, как артрит, свойственно людям пожилого возраста. Но, как показывают клинические наблюдения, в последнее время оно становится моложе. Специалисты Московского областного консультативно-диагностического центра, расположенного в Матищах, призывают родителей не оставлять без внимания жалобы ребенка на боль в суставах. Что такое артрит и из-за чего может развиться это заболевание у детей, расскажем прямо сейчас. Ульяна Назина с дочкой приехала в консультативно-диагностические центры из Жуковского. Специалиста по ревматоидным артритам найти в регионе, а главное записаться к нему на прием непросто. Ведь такого профиля врачей крайне мало. Матищинцам повезло больше. Юлия Котова, главный внештатный детский ревматолог Московской области, теперь курирует маленькую пациентку. Артрит, он начался с чего? Что предшествовало? Ну мы переболели ОРВИ, выздоровели. Через неделю еще раз у нас ОРВИ случилось. И потом буквально еще через неделю вот она утром проснулась, сильно опухшим коленом начала хромать. Девочка сейчас проходит лечение. Специалисты центра тщательно слезят за такими пациентами. Первый раз мы сюда на госпитализацию попали 15 декабря. Отлежали мы 10 дней. Нас обследовали, назначили лечение. Потом мы уехали домой, лечились. Также педиатр давал направление, сдавали кровь. Все, чтобы анализы крови, чтобы узнать, как там, что у нас. Получали метатриксат в поликлинике, значит, кололи каждую неделю. И сейчас же мы приехали на повторную госпитализацию, чтобы уже обследовали у нас, как действует, не действует. По словам врачей, причиной возникновения такого заболевания может быть чрезмерный прием иммуномодуляторов при любой инфекции. Маленькие дети болеют часто, и реакция на эти препараты может быть непредсказуемой. А какие симптомы могут сказать родителям о том, что нужно обращаться к педиатру? Самая частая, так сказать, причина обращения пациентов и их родителей к ревматологу – это боли в суставах, так называемые боли роста. Они связаны с тем, что в различное время, так сказать, жизни маленького пациента неравномерно идет перераспределение соединительной ткани. И достаточно свойственно это маленькому ребенку, ну, где-то первого-второго класса и подросткам, когда идет быстрый период вытягивания. В педиатрическом отделении Московского областного консультативно-диагностического центра 35 коек, и 30 из них сейчас занимают дети с ревматоидными заболеваниями. Как говорят врачи, главное – выявить это заболевание у малышей еще на ранней стадии. Учитывая, что Матища – это наш любимый город, конечно, первое, что мы сделали, это провели такое небольшое клиническое исследование, так сказать, раннее выявление артритов со стороны округа Матищи и прилежащих округов Пушкина, Королев. И таким образом мы приезжали в поликлиники, разговаривали с врачами, с пациентами. И, собственно, это привело к лучшей осведомленности, прежде всего, медицинского персонала, конечно же, но и родителей. Потому что, ну, прежде всего, мама приходит к врачу, к своему участковому педиатру, и от него узнает, что нужно сделать, какие нужно сделать анализы при тех или иных жалобах, куда, собственно, дальше бежать. Здоровье детей, конечно, в руках врачей, но и многое зависит от родителей. Любые жалобы ребенка на здоровье – это повод обратиться к врачу, даже если этот визит к специалисту будет профилактическим. Алла Сталаева, Олег Степанов, информационная программа «День». Матичинский лицей номер 15 стал участником просветительского проекта Сбербанка «Академия искусственного интеллекта». Это серия открытых уроков для школьников Москвы и Подмосковья, целью которых является приобщение подрастающего поколения к технологиям искусственного интеллекта, машинного обучения и анализа данных. Тему продолжит Анна Раченкова. Идея создать человекоподобного робота почти век не дает покоя инженерам со всего мира. Первые модели были созданы в далеком 1928 году. Но разработчики добиваются не только внешнего сходства. Их главная задача – искусственный интеллект. Учитывая, что возможности человеческого мозга изучены лишь на 10%, говорить о его копировании, конечно, рано. Но работа в этом направлении идет. Возможно, важное открытие в этой области сделают наши внуки и правнуки. Но сфера и сейчас требует молодую кровь. Поэтому благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» проводит серию мероприятий в рамках Академии искусственного интеллекта. В мытищах открытый урок состоялся в лицее номер 15. Я думаю, что наш лицей был выбран неспроста, потому что мы уже давно реализуем физико-математический профиль, реализуем инженерный профиль. То есть есть твердая теоретическая база. Кроме этого, мы с этого года развиваем свой собственный технопарк. И уже есть значительные результаты. Дети выступают на соревнованиях, побеждают на соревнованиях как регионального и даже всероссийского уровня. Технопарк – это особая среда обучения, где ребенок занимается техническим творчеством, а также развивает математические знания и учится о зампрограммировании. Проще говоря, ребята сами создают роботов. Для них эта лекция особо интересна. Здесь они узнали историю создания искусственного интеллекта, сегодняшние тренды и перспективы развития области. Кроме этого, они решали специально подготовленные задачи. Все это может им пригодиться уже в ближайшее время. В марте ученики 15-го лицея будут представлять свои разработки на всероссийском уровне. Сейчас у нас ребята работают над новым проектом, на выставку. Даже над двумя. Один – это у нас будет станок, который будет сам создавать спиннеры. Ну, что-то наподобие 3D-принтера. А вторая разработка – это нам в школу привезли нового робота-андроида, которого мы пытаемся научить танцевать, собственно, с которым мы и поедем на ближайшие соревнования. 9-10 марта на ВДНХ будет финальный этап соревнования RoboFest 2018. Подобные уроки прошли уже в 11 школах Московского региона, но организаторы делают все, чтобы география проекта расширялась. На официальном сайте недели высоких технологий и технопредпринимательства размещены все необходимые материалы для проведения такого занятия в любой российской школе. Анна Раченкова, Константин Химичев, информационная программа «День». Несанкционированную свалку снега обнаружил недалеко от своего дома житель микрорайона Перловский Николай Закурдаев. И это не единственная проблема, вставшая в эти снежные дни перед теми, кто живет между первой и второй крестьянской улицами. Небольшая территория, как оказалось, принадлежит нескольким собственникам, и не все готовы следить за порядком на веренных им участках. Надежда Трифонова приняла приглашение нашего телезрителя и готова рассказать перловчанам, по каким дорогам в снегопад лучше не ходить. Видите, вот эта дорога, вот досюда, а дальше вот этот клею. Это просто проехать невозможно. И туда, я так понимаю. На первой крестьянской улице между 18-м домом и промышленной зоной расстояние небольшое. Как раз для того, чтобы проехала машина или прошел пешеход. Собственно, летом так и есть. Однако в такие снежные дни, как сегодня, этот участок превращается в полосу препятствий. «За зиму никто никогда не убирает этот снег. Люди сами буксуют, смотрите дальше клея». И так из года в год. А вы пытались узнать, в чем проблема, кому эта территория принадлежит? Пытался. Получил ответ, что данная территория не принадлежит никому. Установить город не представляется в армию. Перед 18-м домом, в котором живет Николай Закурдаев, дорога очищена от снега. Дворник поработал на совесть. Но стоит отойти от подъезда, попадаешь в западню. Управляющая компания, под присмотром которой находится пятиэтажка, открестилась от этой территории. Других желающих навести здесь порядок пока не нашлось. «Не входят в перечень придомовых территорий, подлежащих санитарному содержанию, благоустройству, мурпуправления заказчика. То есть кому она принадлежит?» «Нам не сказали». «Мурп заказчика открестился от…» «А до города это звонится, не представляется возможным». Между тем, для жителей микрорайона Перловский эта дорога, по словам Николая Закурдаева, стратегически важный объект. «С той стороны мы заезжали, в одну сторону. Здесь заехали, выехать невозможно, начинают разворачиваться. Здесь не развернешься, и люди сами берут лопатами и начинают выгребать этот снег, чтобы выехать. Вот пешеходы идут, пешеходы, дети, женщины с колясками, в школу идут, на станцию идут. Они пройти здесь не могут». Но эта проблема не так страшна, как другая, считает мужчина. Дорогу в крайнем случае можно протоптать. А вот плавсредство есть не у всех. То, что вот теперь они перловчанам понадобятся, Николай Закурдаев не сомневается. «Складируется снег здесь. Это вот с дорог сюда заложит, да? Да, да, да. Ничего себе. Ну он грязный, видно, что он грязный. Сверху припорошен. Ну и кусками. С дороги, с погрузчиками. И сюда возят машины, погрузчики сюда здесь выгружают его». На пустыре между 1 и 2 крестьянской улицами, по словам Николая Закурдаева, складируется снег, как собранный во дворах, так и на дорогах микрорайона Перловский. Перед нами куча объемом около 250 кубометров. Когда пригреет солнышко, она превратится почти в сотню тонн воды. Ау, кричат перловчане, найдитесь те, кто должен наводить порядок на этой территории, пока весна дает вам фору. Надежда Трифонова, Олег Степанов, информационная программа «День». Итоги работы городской прокуратуры в отношении осуществления надзора за органами предварительного следствия Межмуниципального управления МВД России «Мытищенское» подвели на днях представители ведомства. Количество преступлений и уровень их раскрываемости. Число краш, незаконный оборот наркотиков и случаи коррупции на территории округа. Об этом в традиционной рубрике «Актуальное интервью» нашему телеканалу рассказал Нокзар Миронов, заместитель городского прокурора. Какое количество преступлений совершено на территории городского округа «Мытища» за 2017 год? Подводя итоги, за прошедший год, вот касаемо преступности, вопрос задали. Всего в прошлом году на территории района было совершено 2934 преступления, имеет место снижение преступности. То есть в прошлом году, к примеру, в 2016 году, было на порядок больше преступлений совершено, всего 3575. В истекшем периоде 2017 года было совершено на территории округа городского 20 убийств. В аналогичном периоде прошлого года было на три убийства больше совершено. Из числа совершенных убийств в 2017 году нераскрытыми остались три убийства. В целом, по таким преступлениям им особое внимание уделяется, поскольку преступление направлено против жизни человека. По нераскрытым убийствам принимаются все необходимые меры для того, чтобы были установлены все обстоятельства совершения преступления и лиц, виновные в их совершении. В настоящее время по тем преступлениям, которые нераскрыты остались в 2017 году, работа продолжается, она не завершена, вот, как следственными органами, так и органами, отшельщими оперативно-розыскную деятельность. Как обстоит ситуация в округе по числу совершенных краж в 2017 году? Грабежи немножко увеличилось. 125 грабежей было совершено в 114 в 2016 году. Процент раскрытия таких преступлений, в частности, грабежей, состоял 38%. К сожалению, не превышает даже половины. Значит, в 2016 году процент раскрытия вообще составлял 26%. То есть, в этом, в истекшем периоде была активизирована работа, соответственно, мы видим уже динамику положительную в раскрытии этих преступлений. Сколько совершено преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств? И какая профилактическая работа ведется в этом направлении? На территории района совершено было 325 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В том числе, в эту цифру входят как сбыты наркотиков, так и незаконное приобретение и хранение. Конечно, основная масса таких преступлений – это незаконное приобретение и хранение. Но в то же время количество сбытов, по сути, приближается к числу выявленных приобретений и хранений, поскольку в любом случае на каждое приобретение и хранение, если человек где-то приобрел и хранил, значит, ему кто-то продал. Если касаемо профилактической работы в целях предупреждения такого рода преступлений, ну, в первую очередь, конечно, проводится работа органов внутренних дел с контингентом определенным, имеется в виду, ну, с теми же лицами наркозависимыми, да, но ни для кого не секрет, то, что эти лица есть, естественно, у них нужно постоянно приобретать наркотики, употреблять их и так далее. В первую очередь, с ними проводится очень большая работа проводится в образовательных учреждениях, стали, значит, исключить те факты, чтобы детей в это вовлекали. Проводятся органы внутренних дел и прокуратуры тоже, и с администрацией, в администрации антинаркотической комиссии. Есть совместная работа проводится, проводятся какие-то лекции, семинары, там, разъяснения, в том числе ответственность в СМИ, информация периодически дается. Были ли зафиксированы случаи коррупции на территории округа за прошлый год? Касаемо коррупционных преступлений, если брать, рассматривать, точнее, конкретно взятки, да, если вас интересует, потому что коррупционные преступления могут быть не только взятки, это могут быть и мошенничества, и другие с признаками коррупции. Вот если в честном виде брать, рассматривать взятки, да, и дачу взяток, получение взяток, таких преступлений было совершено 12, соответственно, возможно, 12 уголовных дел, это как и уголовные дела о преступлениях отдачи взяток, так и о получении взяток. Вот, в том числе возбуждались уголовные дела, возбужденные в отношении сотрудников органов внутренних дел за принятие незаконных решений об отказе в возбуждении уголовного дела, сотрудников подразделения отделом по вопросу миграции, МОВД России Матичинская, связанная с оказанием незаконных услуг в интересах иностранных граждан. Я в детали сейчас подробнее задаваться не буду по этим делам, поскольку они еще в производстве находятся, и в суд не направлены, поэтому, скажем так, сошлемся на тайну следствия. Вот, также было возбуждено уголовное дело у нас в отношении одного из преподавателей, одного из образовательных учреждений, который брал взятки со студентов за проставление оценок положительных при сдаче сессии, вот, за экзамены, за счеты, а за некоторых из них писал курсовые и дипломные боты. Вот это дело уголовное также у нас расследуется. А сейчас традиционная сводка событий, которые зафиксировали камеры Единого центра видеонаблюдений. Операторы всю прошлую неделю следили за происшествиями в округе и готовы ими поделиться. Для кого ПДД лишь аббревиатура и чей труд в нашем округе Сизифов, расскажет Жанна Оловянникова. В объективы камер ЕЦВ в этот раз попали два внедорожника. Один из них, проигнорировав знак «Стоп», не уступил дорогу тому, что двигался по главной дороге. Из машин оба явно оглушенных участника движения сначала долго не выходили. Первым силы в себя нашел виновник – выбрался из джипа, держась за голову. А через пару минут и вовсе стал рвать на себе волосы. Но поздно браться за голову надо было до того, как сел за руль. ПДД иногда не просто аббревиатура. Всего в округе за прошлую неделю произошло шесть подобных происшествий. Непрерывная несанкционированная торговля у конкорса создает впечатление, что труд сотрудников полиции Сизифов, операторы Единого центра видеонаблюдения, уверяют, что наряд приезжает разгонять коммерсантов каждый раз, как они сообщают в правоохранительные органы. Вот только с восходом солнца лоточники снова на своих местах. И ведут они себя так, будто встречают покупатели на общегородской продовольственной ярмарке, а не торгуют втихаря и незаконно. Как-то не похоже, что опасаются появления полицейских. Или штраф до двух с половиной тысяч для продавцов не проблема, или с ними все время ведут только разъяснительные, но неэффективные беседы. Жанна Лавянникова, Константин Химичев, информационная программа «День». В период с 26 февраля по 4 марта на мысичинских дорогах произошло 164 аварии. В двух ДТП пострадали люди. В период сложных погодных условий сотрудники ГИБДД работают в усиленном режиме. Особый упор госавтоинспекторы делают на проведение профилактических мероприятий. В последний день зимы, 28 февраля, в 10 часов вечера, 30-летний мужчина, лишенный права вождения, управляя автомобилем BMW X6, совершил столкновение с автомашиной Hyundai Solaris под управлением водителя 1991 года рождения. Авария произошла на Олимпийском проспекте напротив дома 1 по улице Воровского. По предварительным данным, виновник происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП пострадал пассажир автомашины Hyundai, мужчина 1989 года рождения, который находился на заднем правом пассажирском сидении. С травмой головы он был госпитализирован в больницу. По данному факту проводится доследственная проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение в отношении водителя автомашины BMW. Напомню, за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения водителя ждет уголовная ответственность и максимальное наказание, связанное с лишением свободы на срок до двух лет. Еще одно ДТП с пострадавшим произошло 1 марта в 17 часов 25 минут на улице Белобородова. Водитель 1963 года рождения, управляя автомашиной Toyota, совершил наезд на 13-летнюю девочку-пешехода, переходившую проезжую часть в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода. В результате наезда несовершеннолетнюю с различными ушибами госпитализировали в больницу. В отделе ГИБДД Межмуниципального управления МВД России Мутищинская продолжаются оперативно-профилактические мероприятия. В рамках рейда «Нетрезвый водитель» проверки состоятся 4, 10, 18 и 24 марта, а в рамках акции «Ребенок-пассажир» 7, 14, 21 и 28 марта. Сотрудники ГИБДД обращаются к водителям городского округа Мутищи с просьбой не нарушать правила дорожного движения. Тем самым вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и жизнь других участников дорожного движения. Анна Рощенкова, Андрей Капустин, информационная программа. Принято считать, что у каждого бизнесмена есть свои секреты успешности, которые скрываются за семью печатями. Но в современном мире все иначе. Опыт и образование – двигатели прогресса. Именно предприниматели подхватывают инициативу федеральных и региональных властей касательно развития программ профориентации, тем самым решая вопросы и трудовой занятости, и поддержки малого бизнеса. Академия красоты в жиле сам открывается! Аплодисменты, друзья! Для нас, журналистов, разрезание красной ленточки – это всегда хороший инфоповод для позитивной статьи или сюжета. Не смогли пройти мимо праздника и в этот раз. А когда узнали, с чем он связан, то удивились. Повод действительно необычный. В Мутищах появилась первая Академия красоты. Чего ждет женщина от похода в салон красоты? Ну, во-первых, он должен приносить приятное удовлетворение, во-вторых, делать нас еще красивее. К сожалению, нередко результат оставляет желать лучшего. Но теперь в Мутищах появилось место, где безукоризненно выполняются два этих пункта. Специалисты Академии красоты Джули Сан думают еще и о полезности такого посещения. Казалось бы, нонсенс. Салон обучает мастеров, давая им возможность открыть собственный бизнес. То есть, плодит себе конкурентов. Это называется правильный подход к делу. Создание здоровой конкурентной среды – прямой путь к самосовершенствованию. Может ли быть у красоты более благородная миссия? За кратчайшие сроки люди могут приобрести профессию и буквально сразу же после получения диплома зарабатывать самостоятельные деньги. Это выход и для студентов, которые ищут себе подработку, творческие личности. То есть, пожалуйста, возможностей очень много. А для многих это, может быть, станет и делом всей жизни. Это очень актуально. В Мутищах, наверное, не очень много таких академий. Академия – это первая будет. А вообще вот салонов такого уровня не очень, наверное, много. Большой плюс будет для города такая академия, где будут обучаться косметологи, где будут визажисты обучаться. Это принесет очень большую пользу. Академия красоты предлагает курсы коммерческого визажиста, броуэксперта. Здесь можно узнать об особенностях лифтинг-макияжа или порадовать себя программой «Сам себе визажист». Выбор за вами. Преподаватели познакомят студентов с самыми современными техниками, продуктами и, конечно, тенденциями. А главное – все знания будут отработаны на практике. Наша задача в первую очередь – дать фундамент. Очень достаточно качественный фундамент, чтобы от нас специалист ушел с максимальным базовым знанием, на которое уже, безусловно, будет наслаиваться дальнейшие какие-то мастер-классы и так далее, повышение квалификации, что, собственно, у нас тоже в Академии имеется. Среди гостей на открытии Академии – постоянные посетители салона красоты «Джули Сан». А это значит, что такой формат понравует тем, кто привык получать услуги красоты. Косметический кабинет дома – выгодное удовольствие. Я обязательно пойду на курс сам себе визажист, чтобы практиковаться, обучаться. Можно было в любые ситуации накраситься и чувствовать себя комфортно при этом. Брови, ну и макияж тоже, в принципе, да, я бы для себя поучилась. Меня больше интересует косметология, но в плане не то, чтобы я это кому-то, а мне. Да, я часто об этом думала. И, наверное, самый интересный курс, который мне больше всего нравится – это визажист, это делать женщин красивыми, привлекательными каждый день. Совсем скоро произойдет первый набор студентов. Преподаватели с нетерпением ждут новобранцев красоты и готовы передать весь свой опыт. А самым талантливым и целеустремленным обязательно сделают предложение пополнить ряды специалистов Академии красоты «Джули Сан». Анна Рощенкова, Константин Бондаренко. Информационная программа «День». Это все новости на сегодня. Далее вас ждет прогноз погоды. Смотрите нас не только в эфире, но и на сайте Первого Масичинского, а также в нашей группе ВКонтакте. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. Я боюсь пожара. Он происходит из-за старых электроприборов, других вещей. Когда он происходит, все люди начинают паниковать. Они не знают, что делать, не знают, о чем думать и пытаются спастись. Но этим ничего не даст, потому что люди делают только себе хуже. Иногда пожары происходят в деревянных домах. И тогда почти уже ничего нельзя спасти. Я тоже боюсь пожара, потому что он может произойти и улыбаться. Кот лежит вдоль стенки у длинники. Тут розетка, штепшель, пара тройников. Между ними провод белый, красный, синий. Что еще там, разобраться нелегко. Разобраться нелегко, но вывод ясен. Электричество не шутки вам, друзья. Здесь сопротивление возрастает. А растрачивать энергию нельзя. Если вы не готовы к контрольной... Есть способ избежать ее. Позвонить в полицию и сказать, что в школе заложена бомба. Только цена очень высокая. Один миллион рублей. Согласно статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщение заведомо ложной информации карается административным штрафом до 1 миллиона рублей. Для детей до 14 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»